Добрый вечер! Мы продолжаем наш цикл лекций. Сегодняшняя лекция посвящена проблеме стереотипов. Называйте стереотипы за и против. Т.е. стереотипы имеют не только отрицательную коннотацию, но и положительную. Тема, на мой взгляд, будет интересна всем, в первую очередь людям, которые занимаются рекламой, занимаются маркетингом, потому что какие стереотипы есть, на что мы работаем, как это работает, это у нас. В 29-м году в Париже в кафе встречаются два известных мыслительа. Это Гурмич и Сандер. И Гурмич, так в шутливом форме, вводит теорию экономности мышления, т.е. меньше всего человек склонен размышлять. Вот только это все, что надо сделать, но размышлять склонен меньше всего. И Гурмич приводит такой пример. Говорит, есть два типа людей, которые ищут ключ, потерянный в комнате. Один весь дом поворачивает вверх дном и находит, где этот ключ. А второй сидит и думает, где может быть этот ключ. Наши симпатисты с вами первого человека. Он работал, шкаф сломал, дверку сломал, а второй что? Сидел, думал и т.д. Мы будем, наверно, всегда благодарны человечеству, а особенно люди интеллектуального труда, благодарны знаменитому американскому шахматисту Бобби Фишеру, который впервые поставил вопрос, а почему Мухаммед Али машет кулаками и получает миллион долларов, а мы шахматисты ломаем свои головы и нам за это ничего не платят особо. Из тех турок гонорар шахматисты стали достаточно высоким, бессонным и т.д. Я эту тему заинтересовался, потому что достаточно долго исследовал пост-докторское образование и пост-вниверситетская карьера американских выпускников Лиги Плюща. Вот посетил лучшие выпускники Лиги Плюща. Лига Плюща – это вот эти знаменитые 8 университетов, в которых еще 4 ассоциированные члены. И задают вопрос лучшим менеджером, а ребята спрашивают, ну мужчины, как вам удалось сделать карьеру? Он говорит, я хорошо учился, я хорошо работал, я постарально старался. Спрашивают, а как девушкам удалось сделать карьеру? Первый – им повезло, второй – у них богатые родители, третий – у них очень такой влиятельный любовник. То есть даже лучшие менеджеры, люди, которые должны, скажем так, решать судьбы, у них в голове есть вот этот некий стереотип, потому что если парень сделал карьеру – это благодаря своему моду, а если девушка – это благодаря каким-то иным качествам и так далее. Есть этноконфессиональные стереотипы, они очень распространены. Если спросить людей, вы знаете, какая страна больше всего вводит запрет на интернет, все приведут пример Ирана, Соединенных Штатов и так далее, хотя на первом месте это Ватикан. И точно так же другую. У нас есть какие-то этнические стереотипы, связанные, например, с Финляндией. Кого не спросят, что финны там медленно размышляют, медленно что-то делают и так далее. Спрашивают, а почему же я лучше автобонщики? Микки Хаккинен, Ари Ваттанен, да? Почему же самый скоростой хоккеист до сих пор Вайнхел, Ян Кури? Финны были взрывы, лыжники и так далее. Но есть какие-то стереотипы. Как эти стереотипы появляются и в чем их особенности? Понимаете, есть понятие когнитивистки, когнитивной социологии, психологии, есть понятие ментального образа. То есть, голове человека складывается в ментальном образе, да? Идея человека начинает действовать методом аналогии. Это очень тяжелая вещь, этот метод аналогии. Вы знаете, очень трудно где-то остановиться. Метод аналогии, в том числе, косил наших классиков, да? Феноменальный мыслитель Маркс, как размышлял. Было рабовое действие, оно погибло. Был феотализм, погибнет. Значит, а ничего не значит. Это не значит, и, и, и не значит. Вы понимаете? То есть, когда на каком-то этапе эта аналогия может не срабатывать. А мы продолжаем этим выслить. И вот у Мартина Хайдегера, ну, кто ж философию проходил в ВУЗе, есть такая уникальная такая фраза. Человек не любит познавать, человек любит узнавать. Вот это, мне кажется, самое главное. Человек не любит познавать, он не хочет что-то новое узнать. Он всегда ищет какие-то аналогии, какие-то штампы. Он ищет в себе какие-то паттерны, да? Чтобы, ну, провести не так же аналогии, но если такой известный человек пользуется этими духами, значит и мне, и так далее. Да? Реклама на чем построена? Мы же покупаем, я повторяю еще раз, да? Мы же покупаем не автомобиль Мерседеса, а мы покупаем престижный автомобиль. Престиж с помощью автомобиля Мерседеса. То есть все равно узнавание, да? То есть реклама действует через узнавание какое-то. Оно всегда в голове, например, так проще мыслить. Так гораздо проще мыслить с помощью стереотипов, да? Потому что не надо напрягать ум и так далее, да? Размышляют, думать и так далее. Поэтому Франклин Делан Руссельд, президент Соединенных Штатов, в рамках программы «Новый курс», он что сделал? С чем должна Америка измениться? Строить дороги. Строить дороги, будут новые коммуникации. Люди будут видеть, что среди негритянского населения есть и такие, и такие. Среди латинского населения есть и такие, и такие. Среди белого населения есть такие. Чем больше люди общаются друг с другом, чем больше коммуникаций, тем меньше этих стереотипов, так далее, да? Руссельд это понял. Ну, к сожалению, не всегда это всем удается, так далее, да? Первым мы это заметили, вот, первые ранние критики Аристотеля, да? Есть великолепная аристотелевская логика, на которой основывается все европейское мышление. Он очень простой, да? Силогизм, да? Очень простой был. Сократ – грек, грек – человек, значит, Сократ – человек. Вот на этой формуле основывает все европейское право, да? Иванов совершил преступление, преступление наказуемо, значит, Иванов должен быть наказан, да? Кража – это преступление. Иванов совершил кражу, значит, Иванов совершил преступление. Все. И вы знаете, вот этот… На этом основывается детективы. На этом основывается вообще правоведение. На этом основывается, по сути, весь европейский рационализм. Но уже тогда, вы знаете, ранние христианские критики Аристотеля, хотя католицизм во многом основывается на Аристотеле, они сказали, а ведь речь-то идет только о каких-то застывших понятиях. А вы представьте, что здесь будет… Коля любит Олю, да? Оля любит Петю. А чуть будет свидетельствовать, что Коля любит Петю и так далее, да? Конечно, сейчас возможны разные варианты, но, как правило, Коля Петя не очень любит, правда? Хотя, логично, все выходит, там… Ну, я говорю, сейчас возможны разные варианты. И вот это то, что так мы привыкли считать, так мы мыслим, так это ставится задача, значит… Ничего не значит. Ничего не значит. Вы понимаете? И Резерфорд все время говорил так – взгляни на вещь по-другому, и она может быть решена. Вот взгляни на проблему по-иному, и только тогда она может быть решена. А вот мысль в колее не получается. Выдающимся русскому театрому деятелю принадлежит такая фраза. Одни люди знают, что так делать нельзя, ничего не делают. Вторые не знают, что так делать нельзя. Они ничего не делают, и они очень многое достигают. То есть, как правило, вы знаете, вот этот авторитет, который давляет над нами, да? Ифанов сказал, Сидоров сказал, Петров сказал и так далее, да? И это, знаете, нарушает, скажем, чистоту мысли. Поэтому я студентам говорю, ну, продуцируйте идеи, вам за это ничего не будет. Это тот период, когда человек может говорить все что угодно. Мыслить как угодно, ему за это ничего не будет. А потом будьте сеть президиумом и так далее. Никто не разрешит другого слова сказать, да? И вот эта идея, она шла достаточно долго. И выдающийся английский мыслитель Фрэнсис Бекон вывел следующую модель человеческого познания. На чем должно основываться человеческое познание? В первую очередь, это скептицизм, скепсис, то есть сомнение. Вообще любая наука, любое научное знание – это организован скепсис. Лихтенберг, говорим так. Завиатный человек соглашается со всем, что ему не говорят. Гениальный человек, начинается тогда, когда задает вопрос, а может быть все это не так? Ну, тысячелетиями был вот этот пятерок всем Евклида. Все люди верят, что по другому мыслить нельзя. И когда Лобачевский, Римман в Германии, Софус Ли в Австро-Венгрии, Баянь в Норвегии создали невыклютую геометрию, вы знаете, над этим смеялись. Чернышевский, ну, достаточно скажем, как умный человек сам всего. Ну, почему умный человек был? Просто, ну, какой идеей служил? Он пишет, он критиковал царскую правительство за то, что, ну, знаете, финансировали Лобачевского. Лобачевского в 61-й год убрали с Казарского университета, потому что, блядь, да, он пишет, что параллельно Римы не пересекаются. И когда спросили у Эйнштейна, а как так? Вы догадались, другие нет. Он говорит, вы знаете, очень просто. Я с экватора, ну, мысли, говорю, с экватора пускаем тараканов. Где они сходятся? В одной точке на полюсе. Журналист говорит, да, говорит, все понятно. Говорит, вам понятно, а по Анкаре не было понятно. Вы знаете, когда человек видит проблему немножко по-другому, он всегда ее решает. Посмотрите биографию Эйнштейна. Он по физике больше троек никогда не получал. Но он занимался скрипкой. Он очень хорошо знал Федора Михайловича Достоевского. Ну, и самого Достоевского, его произведения и так далее. То есть, это помогло ему по-другому посмотреть на проблему. Вот эта полифоничность, которую Достоевский вел в европейскую мысль, что преступник переходит в человека человека в преступника, это уникальное явление само по себе. Оно очень сыграло большую роль. И, в принципе, я считаю, что первое, на чем должно основываться человеческое познание – это сомнение. Второе – это практика. И третье – необходимо отвергать четыре вида идолов. Ну, идолы в английском языке совсем не то, что в русском языке. Мы в русском языке идол имеем в виду божок и так далее. В английском языке идол, а идол имеют траблы. Те проблемы, которые мешают нам правильно познавать мир. А какие это идолы? Первое – аналогия с самим собой. Вы понимаете, что он эталон. Кажется, самый смешный эталон. Правда? А как не я – это уже стыдно. Немножко по-другому – некрасиво, смешно и так далее. Вот шотландцы носят кинуты – нам кажется, что это смешно. А для них другое кажется смешным. Один английский этнограф прибыл в Сянган. Сянган – то, что мы называем Кунг-Конгом. И рядом китаец на могилу своего знакомого войдет рыбу, рис, пирог. И англичанин кладет на могилу своего четыре цветы. И когда закончилась эта скорбная минута, англичанин спрашивает китайца, благо англичанин был очень высокий, спрашивает китайца, «Вы что думаете, вам все это будет кушать?» Ну, по-моему, рыбу, рис, пирог и так далее. Китайцы ему снизу говорят, «А вы что думаете, вам все будет нюхать по плод цветов?» Вы понимаете, как для англичанин рыба, рис, пирог выглядит смешным на могиле? Для китайцев цветы выглядят точно так же смешными. И надо понимать, вы понимаете, вот это. Слава Богу, вы не заставили тот период, когда расстался союз. Я очень хорошо помню, очень хорошо помню, потому что для меня это была трагедия, жизненная трагедия, да, то есть как быть что. И в Паркенте, это под Ташкентом, да, студенты гидромиллиардативного института начали какой-то бучу и так далее. Нас там послали исследовать это все. Что случилось? Вот преподаватель уходит в тюбетейках, это неудобно. Мы говорим, ну, неудобно, вы не носите. Ну, вам какое дело, в чем преподаватель? Это не значит, что преподаватель должен ходить с эмоциональной одеждой, горки, кижам, размахи и так далее, да. Ну, уметь это все хотя бы не замечать. Вот хотя бы не замечать. Я очень много работал с Южной Кореи, но я не знаю корейский язык, практически не знаю. Ну, плохо знаю, скажу, да. Я не могу ничего не сказать о корейской литературе, потому что я не знаю язык. Это их выбор, их ситуация. А у нас вот это нравится, а это не нравится. Мы очень часто скажем, если люди размышляют не как мы, ну, у нас возникают некоторые проблемы, да. На севере Якутии есть такой поселок Хану, да, такой поселок. И там проводили какое-то исследование, в 6, там, понятно, в 4 дня уже, пол лет 7, и дети в 6 часов уже идут домой, взяли лыжи и пошли домой. Я спрашиваю, как так? Ну, давайте их проводим. Мне говорят, они говорят, по звездам определяют дорогу. Мальчикам 7-8 лет, они по звездам находят дорогу. Я не думаю, что какой-то профессор, доцент в Москве, по звездам найдет дорогу. Вы понимаете? То есть надо видеть. Это другое, это не значит, что плохое, это значит, что иное, да. Не так, как у меня, да. Это первая аналогия с самим собой. Вот у вас есть, например, наши братья, сестры или дети? Вы же пилите, говорите, я в твои годы там то-то, то-то делаю, да. Я же сплошь и ряду, да. То есть, я в твои годы то-то делаю. Забываю о том, что он точно такой же. Второе для нас более важно – это идолы пещеры. Вот представьте пещеру. Вот человек смотрит в ней этой пещеры. Он же видит вот ограниченный сегмент, да. Но когда свой ограниченный сегмент он переносит на всю Вселенную, и у себя приходят какие-то ошибки. Вы понимаете, что каждый человек иногда свой, ограниченный опыт, он переносит на всех, и у себя приходят какие-то ошибки. В памяти человека остается информация, ну, не беру среднего человека, где-то сто, да. Вот просто возьмем. Не буду грубо так размышлять, большими мазками, да. Ну, допустим, у вас 70 русских, столько-то украинцев, столько-то татарцев, столько-то чего-то. И может быть, например… Кого взять, например? Ну, не знаю. Один, допустим, севиц, один эстонец, один латыш, или один бурят, там еще кто-нибудь. И в зависимости от какого-то один представителя мы зачастую переносим на всю эту группу. Понимаете? Очень часто переносим на всю. Поэтому Рузвельт говорил, надо общаться, надо коммуницировать так далее друг с другом. И в этой совместной коллаборации выработается какое-то знание. А когда вот этот свой ограниченный, да, то, что в психологии называют «блинспоц», слепые зоны, мы перенесем на всю силену, мы всегда пойдем таким-то ошибком. И вот давайте об этом сейчас с вами поговорим. Вот эта карикатура известного российского… Можно так сказать? Известного российского карикатуриста на переезд дагестанцев, в Старопольский край, они считают, что ментальности даже зарезать синюю не могут. Хоть синюю и орешут, но все равно не могут. Это не мачо, да, никак. Они до дистанции или там еще какую-то и так далее. Вот не то не может. Будет продать что-то теперь. Ну вот это вот знаменитая вот эта реклама. Ничего особенного. Просто реклама тест на беременность в Эстонии. То есть она наконец узнала о своей беременности и так далее, да? Ну, по-моему, где-то срок 6-7 месяцев, но она узнала наконец, что она беременная. Таким образом, эта шутливая реклама была, ну, отражает наше представление о медлительности других народов и так далее, да? Ну, вы бываете за границей, сталкиваетесь вот за пределами больших городов. Выйдите посмотреть, какие стереотипы по поводу России и так далее. Когда я говорю, что Россия занимала второе место в начале двадцатого века по употреблению спиртного, никто не верит. Меньше всех. Ну, допустим, считает, наверное. Меньше всех, знаете, употреблялась спиртной в дальней, потом Россия. Меньше всех в начале двадцатого века. Ну, это надо доказывать цифрами и так далее. Следующий котик. Ну, смотри, стереотип. Это древнегреческого происхождения. Стереоз. Ну, в школе проходили стереометрию, да? Пространственный. Твердый пространственный. Тутос отпечаток. Если кто знает, вот как раз здесь типография, да, вот полосом держателе, пластинка, на которых печатали, это называлось стереотипом. Это, кстати, первая питерская типография. Первая, смысл по номеру, а не по историческому. Фермендидо во Франции, в 18 веке, изобрел слово «Стереотип в типографском деле». Для обозначения копий печатной формы в виде монолитной пластины для печально-мегатерарных изданий. Вот «Стереотип». Тереминар тут идет. Да, вот. Напечатали, напечатали, передали, да? Но, к сожалению, печатают не только бумагу, но напечатают еще наши, скажем, по поведенческой стиле, какие-то, практике, да? Дальше. Вот Уолтер Липпанк, уникальный американский исследователь, уникальный исследователь. Он, 9 раз они определяли, он и его команда определились, кто был президентом. Они за 3 месяца, вот они, его команда ошиблась только с Трампом. Почему? Потому что Трамп поступил на самом деле иначе. Он, знаете, проиграл все газеты, да? Но он перешел в интернете. Он благодаря интернету выиграл очень здорово. А газеты он все проиграл. Но они просто считают, что газеты сейчас меньше и меньше людей читают. Надо в другую плоскость и другие поля. И вот они благодаря этому выиграли. Вот Уолтер Литман вводит понятие общественного мнения. Оно с 11 века, но он работает, называется. В своей работе будет термин социальный стереотип. Обратите внимание. Человек не арестовательский Бог. Это не Бог, который все видит, все знает. То есть человек ограничен, мы с вами говорили, да? Человек ограничен, любой человек ограничен. Понимаете, человек любую идею пропускает как фокусник шелковый платок через обручальное кольцо. У него есть вот это кольцо, но более-менее так широко, узкое, но все равно он через себя пропускает, вы понимаете, любую идею. Это не Бог, который все видит. Озирающий все сущие, едино взглядом. А человек – это продукт эволюции. Вы понимаете, мы видим определенный сегмент, слышим определенный сегмент, чувствуем определенный сегмент только, да? Который может выхватить фрагмент реальности. Мы ухватываем лишь фрагмент, а не всю реальность. Что достаточно, чтобы выжить. Благодаря стереотипам, конечно, очень хорошо выживать. Я не знаю, кто смотрел фильм «Это Грин Стрит» про английских футбольных фанатов, да? Где, вы знаете, одни футбольные болельщики убивают других, только потому, что те болеют за Шеффилд, Юнайт, эти, по-моему, за Ковентр и так далее, да? То есть, вы знаете, но они как сплачиваются, мы группа, да? Вот мы не такие, как они. Ну, посмотрите, все этнические войны. Вот мы эталон, они не такие, как мы. Смех и так далее. Посмотрите, это не только в нашей бывшей стране действует. Посмотрите, как французы отзываются о бельгийцах. Посмотрите, как американцы и французы говорят в числе тех национальностей, которые, скажем так, с точки зрения американцев не очень чисты, с гигиенической точки зрения, их французы идут. Потому что там ниша всего. Душевых там и так далее, да? Достаточно, чтобы выжить и в потоке времени, в потоке времени всего лишь поймать несколько моментов о заре несчастья. Вот мы уловили, все, завтра уже другое. Вот мы сейчас это уловили, а завтра уже другое. Вы понимаете? То есть, в чем особенность психологии человека, она заточена здесь и сейчас. Человек не мыслит, знаете, категориями какого-то большого философа и так далее, да? Как быть, что там и так далее. Вы знаете, когда немцы захватили, они захватили 9% нашей территории, и когда перешли с Украины, Белоруссии на территорию России, они, знаете, в России, что больше всего привозили из Германии? Балалайки. Они были убеждены, что в русских деревнях сидит, вы знаете, какой тоскующий, депрессников, знаете, бывший учитель, который спился и целый день играет на Балалайки. И когда вот эти псевдобалайчники устроили партизанское движение, они были ошарашены. Причем кто писал? Розенберг, человек, который в Москве жил, пытался здесь учиться и так далее, да? Понимаете? Поэтому мы всего лишь несколько моментов можем понять. Несколько моментов счастья. И человек не может претендовать на то, что он все знает, вы понимаете? Все охватывает и так далее, да? Барши, по-моему, вам здесь не видно, да? Или нормально? Не видно. Вам не видно. Понимаете? Да вы бы сказали, что вы. Не отпадатливает на это. Дальше буду брать. А то я увлекаюсь и забываю, что кроме меня еще смутил. Согласно Литману, стереотип это упорядоченный. Да, конечно, упорядоченный. Посмотрите сказки. Посмотрите мифы про других народов. Они упорядоченные. С поколения в поколение переходят. Вот мы такие, а не такие, да? Вот они мясо не так жарят. Они яйцо не с того конца пьют там и так далее. Они все-то у них другое, да? Схематичные. Конечно, это схема. Это грубая схема. Детерминированной культурой картинки мира в голове человека. Да, они сложились в картинке в голове человека. Вот они сложились. Это так вот. Потому что, да? Который экономит его усилия. То, что мы говорили, да? Экономится в швеле. Благодаря стереотипам, вы знаете, экономит его усилия при восприятии сложных социальных объектов. Но они защищают его ценности. Мои чувства. Мы вот такие, да, так далее. Не то, что эти. И защищают его ценности, позиции и права. Катя, я дальше буду брать. Отличительный признак стереотипа в том, что он начинает действовать еще до того, как включать разум. То есть, есть, вы знаете, какие-то отработанные виды действия. Ну, для ребят, да? Вы знаете, вот, например, поклата лодки, вдруг она резко, вы знаете, идет вниз и так далее. Надо положение. Один находится на корме, другой – носу. А как быть? Как перебегать? Вот те, кто тут в конец лодки, они ложатся. А те, кто идут на командный пункт, они бегут по ним. И вы понимаете, было масса проверок тогда, да? Они начали действовать, даже не подумав. Как что? Кто получал филологическое образование? Знаете, теория Сипера Уорфа, да? И, как принято в Америке, оба не филологи, не лингвисты. Один – страховый агент, другой – пожарный агент. Но они обратили внимание, полная бочка с бензином, она же безопасна, полная бочка. Люди не курят, как так, это бензин. А пустая бочка из-под бензина – самая страшная. Там пары. Люди курят, она же пустая бочка. То есть, и люди начать действовать, пока, знаете, разум не, ну, не изыграл свою роль, да? Начинаете ничто так не сопротивлять образование критики, как стереотип. Вот это все-таки ключевая фраза, да? Вы знаете, все-таки, ну, я могу ошибаться. Я, может, в профессиональной культуре и так далее, но только образование. Знаете, только образование и какая-то критика может способствовать тому, что, знаете, вот эти вот церетипы будут разрушены. Так как он накладывает печаток на фактически данных моментах восприятия. То есть, у нас в голове складывается фильтр, оптика века, да? Мы видим все через это. Вы понимаете, сто раз объясняет человеку, да, что не так он, как так, может сформировать, пока он не будет читать. Понимаете, мое глубокое убеждение, что все-таки возрождение человека, ревитализация интеллектуальной страны и так далее, все-таки через чтение серьезной литературы. Ну, не бывает иного и так далее, да? И обиднее всего, что мы страна уникальной литературы, мы забросили чтение. И вот из этих формируется вот миллионный класс, который говорит, я думаю не как все. То есть, вот все думают одинаково, а я не такой и так далее. Не понимая, что вот они думают так же, как все. И так далее, да? Ну, посмотрите, реклама одежды. Сейчас, слава Богу, разнообразие. Да, я помню 70-е годы, если джинсы, там, Левайс и Левранглер, все джинсы, Левайс и Левранглер и так далее, да? Все одевают юбилейный Вранглер, все юбилейный Вранглер. Финские плаштиклос, все одевают финские плаштиклос. Не дай Бог, вы знаете что-то другое. Сейчас, конечно, более разнообразие, тем не менее. Будь доброта тебе. Вот, каждая система стереотипов заключает в себе идею, согласно которой в определенный момент можно прекратить прилагать усилия и все случится с самим собой. Как вы это хотите? То есть, надо ли интересоваться проблемой до конца? Вот, Ивановского Петрова сказал, тот сказал, телевидение говорит, да? Ну, как это? К Соловьеву говорит. Возможно, ошибаться. Видим кто-то. Ваше счастье, что вы до конца работаете допоздна. Вы не видите того, что творится на телевидении. Да. Да. То есть, не случается все само собой. Вы понимаете? Не случается само собой. Все-таки человек должен сам дойти. Когда Мэлори, знаменитый новозеландского альпиниста, который Эверест взял, я спросил, а почему он штурмует Эверест? Он говорит, а потому что он существует. То есть, надо штурмовать Эверест, потому что он существует. И учиться надо не только потому, что я после учебы… Что получу? А учиться надо потому, что надо учиться. Надо знать, а не потому, что что-то. Понимаете, когда мы говорим, что это нам даст Но не всегда это что-то даст Слепые зоны не позволяют увидеть Отвлекающие магистральные пути образы Я просто раз говорил, не знаю, как вы так запомнили Ну, наверняка не запомнили То есть это, посмотрите, как англичане и китайцы Китайцы подошли к проблеме Сангану, Конкорту Население голосовало, мы остаемся в Британской империи Англичане не хотят содержать Потому что английского капитала там нет А все траты на англичанах Они очень четко умеют считать И посмотрите, какое решение приняли Две системы в рамках одного государства Социалистический континентальный Китай Буржуазный Конконг, объединенный в единое государство Это же уникальное Понимаете, нетрадиционно подошли к явлению Понимаете, нетрадиционно могут быть не только отношения с семейной Но, оказывается, и в политике может быть нетрадиционное отношение Вы понимаете, посмотрите, какое решение Мы в Санган, Конконг едим без визы А китайцы получают визу Почему-то же они боятся Что тебе придут Семьдесят лет не имеют права Они про это Недвижимость Законы не будут меняться Посмотрите, как они тонко подошли к этой проблеме И у нас наверняка могут быть такие проблемы Решать таким образом Источником формирования социальных стереотипов является Во-первых, личный опыт человека Если я с ним в армии служил, у меня один был бы точно Все они, значит, такие Правда? Как правило, да? И выработанные общественные нормы, да Общественные, да, активно формируют У нас, знаете, в голову вбивается Сейчас, знаете, такой антизападический тренд Такой, да, в голову, да? На Западе масса недостатков, так далее Но массы положительных, чем надо брать У нас вбивают, что раз Запад, значит, не враги Они хотят завтрак, знаете, завоевать, все, так далее Пости наши оленей вместо нас, так далее, так далее Не так Мир не черно-белая картина Мир гораздо сложнее Гораздо мы можем инкорпорироваться в этот мир Этот мир может нам инкорпорироваться Надо все это исследовать, а не так вот просто Или хорошо, или плохо, так далее, да? Вы помните знамитые выражения горького Кто не с нами, тот против нас, да? Кто против врагов уничтожать? А посмотрите, Януш Кадр Первый секретарь Венгерской Компартии Он ведет другую идею Кто не против, нас тот с нами Вот другой подход, вот маленькое, казалось бы Поменяется, кто не против, нас тот с нами Ну почему обязательно или-или? Почему обязательно най-зен-но? А может или-или-или-или-и? Вы понимаете, посмотрите Мы до сих пор размышляем в рамках тех идеологий Восемнадцатого века Соленовая капитализма, все, или-или А кто сказал, что нет третьего пути? Кто сказал, что нет седьмого пути? Двенадцатого пути, пятнадцатого пути Может он и подходит для нас? Вот обязательно или-или-или Понимаете? И вот или-или вот доводит до таких стереотипов Дальше, Катя, я не знаю Сейчас мы же не все Лучше, Катя, я знаю, пожалуйста Положительные свойства стереотипов Стереотип позволяет резко сократить время реагирования на изменяющую реальность А я так и знал, что они все такие Да, посмотрите Знаете, мы Знаете, считайте, что Ну, мужчина охотники релакс Когда он читает, вы знаете, они говорят про тещу Я так и знал, что они все такие Да, вот это не какое-то повторение, да? На улице того, что это Резко сокращает время реагирования на изменяющую реальность Реальность изменилась, а мышление осталось в прошлом Вы понимаете, мышление отражает действительность Но в прошлом действительно теперь уже другая реальность Теперь другое должно быть Вот нас всегда любят говорить, что при экономических кризисах В первую очередь идет кризис семей А последний кризис в Америке привел к тому, что Количество разводов кризиса уменьшилось Меняется условия Люди же другие как-то по-другому отреагировали Ускорить процесс познания Да, благодаря стереотипу Потому что вот какая-то картина Вы понимаете, как едва идет поток А тут хоть какая-то картина Я все время говорю, что стереотипы в какой-то степени Это как система координат Это как широта-долгота на глобусе Понимаете? Их нет на самом деле Мы их накладываем для удобства ориентирования И точно же стереотипы Они хоть какую-то картину дают Предоставить хоть какое-то первичное основание Для ориентировки в происходящем Хоть благодаря стереотипам Хоть какое-то первичное основание для ориентировки дается Да? Простите, пожалуйста Хоть какое-то основание, но есть Будь добра, Катя Косович Генри Так же А мы не перепустили Там отрицательные свойства Да? Вот отрицательные свойства Выводимый стереотипа схем Суждение о другом человеке Нередко действует как предубеждение Однозначно Вы знаете, в конце 90-х годов В Амстердаме есть, ну, розовый квартал, так далее Там обнаружишь, что очень много людей там работающих Имея разрешение на работу Они выходят из Восточной Европы Вы знаете, хозяин этого квартала подался, что там по лесу он выиграл Очень просто А какое право бы имели Спрашивать у них документы? Паспорт Последний раз в Западной Европе документы Спрашивали немецкие в прошлом 1944 году А вот почему-то спрашивали документы Потому что внешне вы определяете Восточная Европа Значит, они То есть и благодаря этому выиграет Конечно, это немножко другая реальность Но тем не менее Вы понимаете Стереотип мышления на другом человеке Нередко действует как предупреждение Как установка Ну, кто проходил психологию Знаете, знаменитые советские мыслители Узнаться Установка Да, вот дается установка Да, вот эти стереотипы действуют как установка Возникает в условиях дефицита информации Стереотипы возникают Только в условиях дефицита информации Социальный стереотип сейчас оказывается ложным Играет консервативную Я бы сказала Консервирующую роль Не только консервирующую роль возьму worthy, формируя ошибочное признаю людей о происходящем, деформируя процесс интерпретации происходящего и характера межутического взаимоотношения». Ну, что с него взять? Он такой-то и религии принадлежит. Что с него взять? Он принадлежит какой-то этнической группы. Что с него взять? Он принадлежит какой-то профессии там-таки. У вас есть профессиональный стереотип, негативные отношения есть какие-то профессии? Не бывает? — У меня есть буквы. — Да. — Буквадthirds. Ну, вы знаете, наиболее часто встречаешься – это водители такси, это сантехники и так далее, да, и, как ни странно, полицейские, да? Любой социальный стереотип, оказавшись верным в одной ситуации, может оказаться неверным в другой. Да, вы знаете, мы все, ну, скажем, являемся любителем немецкого футбола, да, но это не значит, что немецкая кухня должна быть хорошая, да, и по-другому, и так далее, да? То есть она может, она не может, это должна быть. Среди неэффективны для решения задач ориентировки личности в окружающем мире. То есть мы не можем с помощью стереотипа наладить эффективную систему социальной ориентации. Оно является, как сказал бы, нише человечеством слишком человечеством. Вот это все не получится. Дальше по типу будет. Вот этот же английский психолог вывел следующие функции стереотипов. На индивидуальном уровне это когнитивное, то есть познавательное. Селекция социальной информации, да, хотя вы знаете, все там чепухово отбрасывает, да, все не нужно, фейковое. Схематизация, упрощение. Ведь упрощение очень хорошо, например, при изучении иностранного языка, да. Что делает семья Смит, да, что делает семья Джонсонов, что делает семья его новых вечеров, так далее. Найдите такую семью, в которой файвок локти, так далее, пьют, так далее. Но надо делать систематизацию из того, чтобы понять. Ценность незащитная. Создание и поддержание положительного я-образа, да. Для того, чтобы себя представить в качестве какой-то самоценности, да, очень хорошо обращаться к стереотипу. Наши еще древние поэты об этом говорили, наши еще кто-то говорил, да. Мы априори переносим это на себя. Но в групповом уровне это идеологизирующее, то есть формирование и поддержание групповой идеологии. Объясняющее и оправдывающее поведение людей. Вот это самое страшное – оправдывает поведение людей. И положение отрицательное. Знаете, мы не можем ошибаться, потому что это мы. Это очень типично для Соединенных Штатов, да. То есть Нарьего сукин сын, но наш сукин сын. Вы понимаете, раз это наш, он не может ошибаться, да. И идентифицирующее, да, то есть идентификация. А, он такой же, как и я. Вот у них, надо же такие же обряды, как у нас. У них так же, такое же вероисповедание, такая-то национальная. Значит, мы с ними там на одном групповом уровне мы образов работаем. Дальше к цепи. Вот Хвасков. Хвасков, да, ну, по-русски пишем Хвасков. Следующий стиль – когнитивный. Это генерализация чрезмерная иногда. Вы понимаете, мы увидели что-то одно – переносим на всех. Вот одно-два – переносим на всех. И так далее, да. При упорядочении информации. Когда отмечают что-либо, бросающиеся в глаза. Например, просто с вами чужой культур на зале этих иностранным языком приходят одни стереотипы, да, заменять другими, да. То есть, что они делают, какой они город, как они ведут. Типичная английская семья, типичная корейская семья, типичная американская семья. Аффективная, то есть, это чувство. Это обязательно чувство, стереотип. Определенная мера этноцентризма в межэтническом общении. Проверяется как постоянно в отделении своего противоречия чужому, да. Ну, если ребят кто-то интересовался, вот, например, немецкая пропаганда года Второй мировой войны, да, американская пропаганда в эпоху, скажем, Корейской войны и так далее, да. Посмотрите, какие были плакаты, какие были, да. То есть, они сами по себе достаточно интересны. Посмотрите, какие стереотипы наделяются враги там и так далее, да. И социальная, самое главное, разграничение внутригруппового, внегруппового приводит к социальной категоризации, то есть, мы уже мысли большими категориями все такие, да, к образованию самой структуры, на которой ориентируются в обычной жизни. Дальше категория. Вот четыре уровня, я не буду на них останавливаться. Это индивидуальные психологические основания, представление о своей социальной среде, представление межэтнического общественного общения, то есть, да, мы с ним поговорили, мне нравится, мне он, значит, они все такие коллективные. Это социальное образование формируется межгрупповым отношением. Социальный стереотип зарождается вот на этом третьем уровне, и высший уровень – это идеология. Ну, посмотрите, да, то есть, фрейдерская вот эта схема, когда человек там на краю. Так? Что делать? В человеке вот заложен великолепный механизм защиты личности. Точно так же представьте себе ощущение Первой мировой войны. Из-за этого тупика есть два выхода. Один – то, что предлагал Ремарх, то, что предлагал экзистенциалист – посыпать голову пепелом, покачивая война – это ужасно. А второй – путь – найти виноватых. Во всем виноваты евреи, во всем виноваты богатые, во всем виноваты те, другие и так далее. Ну, к чему это приводит все? Вы понимаете? То есть, вот… И вот такая вот идеология. Вот они все виноваты, все богатые, знаете, там, паразитируют, да, все там пытаются то-то сделать и так далее, да? Да, любые добры. Вот это сейчас мы к вам придем. У нас представление немцев – это, так, Октоберфест, да, это немец, это, как правило, Байкшенойч, да, это кожаные штаны, Октоберфест, там, Айзманунпих и так далее, да? И вот здесь вот наверху видите, кто на свете всех милее, всех румянее и белее. В каждой этнической группе, к сожалению, бывает период, когда они считают себя на доске почета лишенных всяческих недостатков. Недостатки при существовании соседей, но не им. Еще в свое время Галилея писала, что курица соседа вся выглядит гусыней. Вот все у них, да? А мы чище, умнее, добрее, да? Вот у них такого нет, там, так далее, да? И вот этот стереотип по поводу евреев, да, что весь мир играет под их музыку, весь мир танцует под их музыку, там, так далее, да? Когда у нас, Катя, наверное, знает, что у нас в факультете очень хорошие отношения с Академией геополитических наук Китая. Когда я сегодня спрашиваю, а сколько евреев всего? Мы говорим, 14,5 миллионов, 18 миллионов, так далее, где-то были. Они говорят, а что все время там на них все свалить, а если не на них, на кого будете свалить все так далее, да? Вы понимаете, это же просто на кого-то свалить все, правда? Это не я, это они. Вы знаете, не я, это они. Вы знаете, это очень просто. Это автостереотипы, это отражающие представление о себе. Как правило, завышенное. На доске почета лишено всяческих недостатков. И какие-то стереотипы других, да, как правило, очень часто имеют отрицательную коннотацию. Не всегда, но имеют отрицательную коннотацию. Виды стереотипы – это индивидуальные, в результате собственного опыта. И социальные – представление о целой группе людей, обладающей достаточно стойкостью и передаются из поколения в поколение, да? То есть, на каждую этническую группу мы наделяем какими-то стереотипами сами по себе и так далее, да? Вот, такие-то китайцы, такие-то корейцы, такие-то американцы, такие-то бразильцы и так далее, да? То есть, часто очень, к сожалению, даже. Виды стереотипов – поведение и сознание. Ну, понятно, поведение относится к другому сознанию. Дальше. Гендерные стереотипы – это социально разделяемое представление о межлических отношениях, поведенческих моделях мужчин и женщин, а также гендерные специфики социальных ролей. Вы знаете, как ни странно, это глубже сидит даже человеческие и профессиональные стереотипы. Гораздо глубже сидит. Вот именно вот это, да? Ну, не смог это сделать, да? Потому что… С другой стороны, мы начинаем, знаете, в другую, ну, как бы, переиграем в другую сторону, да? Вы знаете, я, например, до сих пор помню чемпионат мира по футболу в 96-м году в Северной Штаты, когда футболист изображал травму, а женщины, знаете, носилки его таскали. Я тебя тоже понять не могу. Да? То есть, знаете, вот из одной кресты в другую и так далее, да? Ну, давайте попытаемся с вами разобраться. Давай, Катя. Вот считайте, как мужчина ведет себя в магазине, как женщина ведет в магазине, как вор себя ведет в магазине. Парашня. Вот скажите, я же не… Нет, есть такой стереотип? Или это реальность? А теперь ты видишь как вторая группа или как первая? Тереотип – мечта. Ну, я думаю, что скорее наоборот мужчины у меня подходит, потому что они, как правило, не знают, где что найти, а женщины – больше. Ну, есть такой стереотип, да? Ну, неверный, правда? Да. Ну, конечно. Я просто наговариваю, а черте что. Дальше, Катя. Вот это опять же вот эти вот наши менеджеры, топ-менеджеры, выпускники лиги прыща. Что они говорят о себе и так далее, да? Характерный человек и мужчина. Что он должен быть сильный? Вот такое самомнение такое, да? Склонен к занятиям спортом. Выполняет роль кормителя семьи, да? Он должен быть не эмоционален, стоек, логичен, рационален, объективен, да? Обладает разным интеллектом, стремится к власть и лидерству, независим, свободен, активен и стремится к успеху, чувств любив. Ребята, есть такое или это так, пожелание? Это модель? Нет. А? Надо быть еще скромный при этом, правда? Еще один стереотип – скромный, черта. То есть, барыши есть такое или это клифтосказки? Разные же все. А? Разные же все. Ну, я имею в виду как родовое существо мужчин, да? То есть, наделяется такими чертами и так далее, а не сами себя. А посмотрите, что мужчины говорят о девушках. Слабая, не склонная к занятиям спортом. Привязываясь к семье. Ну, что еще надо, да? Киндер, Кюхен, Кирхен, да? Добродетельна, эмоциональна, нежна. Да, легкомысль непосредственно, но тут не совсем точный перевод, да? Легкомысль непосредственно, зато обладает тонкой интуиции. То есть, да, все-таки какой-то шанс, да? То есть… Хотя, вы знаете, сейчас по школьным, по выпускам, девушка гораздо лучше пишет уже работа по математике. Если раньше грамотно все было выше, а теперь по математике гораздо лучше. Мехмат, МГУ, посмотрите, ВНК. Девушек становится все больше и больше. Девушка услужлива. Есть такое? Это мечты, мне кажется, мужские люди, да? Зависимо, в большей мере, нуждается в защите. Пассивно. И вот это мне нравится последнее. Робко и застенчиво, так далее, да? То есть, такое ощущение, что, представьте, домострою, шестнадцатый век и так далее, да? Перенесли на новую реальность, так далее, да? Не так, мне кажется. Дальше. А женщины не опрашивают? Вот тоже стереотипы, так далее, да? Нет, есть одна другая часть. Просто это очень долго. У меня огромное количество исследований, да? Мужчина-женщина. Мы представляем друг друга. Основные черты этнических стереотипов. Эмоционально-оценочный характер, да? Вот так. Взять – оценивать. Да, вот эти вот. Устойчивые. Они очень устойчивые. Хочем, извините, не такие устойчивые, как гендерные, но все равно очень устойчивые. Согласованность или консенсус, да? Вот, как право, все, да? Против других всех, так далее, да? То есть, это… Гулливер, помните? Не точные. Вот мы не встречали хоть один стереотип, который был бы точным, адекватным. Они все – эмоционально окрашены, с чрезмерной негрализацией. Все практически не точные. Социальный стереотип отражает объективную реальность, свой стиль, самодействующую группу и отношения между людьми. Дальше будем говорить. Вот этот, по заголовкам газет, этот парень, он проживает в Швеции. По заголовкам газет, как относятся друг к другу разные этнические группы, как они представляют другую страну. Ну, для начала, это немец, который там… Я говорю, Айсман, Умбихта, Кнедники и так далее, да? Это емец, который пытается объяснить, что ислам – это не только терроризм и так далее, да? Это Рина Краина, да? Мы считаем, что там сало и горелка, больше ничего не надо, да? Это картина с 1938 года, немецкий плакат, когда считают, что вот евреи только на деньгах зациклены и так далее, да? Это мексиканский журнал, когда считают, что они вот только… Как это называется? Текила. Да, текила, да. И больше ничего. И представление об итальянцах, которые пиццы едят там, и больше ничего там и так далее, да? А давайте посмотрим, как это. Вот Европа, Азия – свобода выражения. В Европе, как правило, говорят «я – ты», да? В Азии все тем гораздо сложнее. Вы понимаете, какая схема? Я думаю, что вторая схема более действительна, правда? Если вам нужна какая-то проблема, уже не валится патроном. Как это делать, правда? Вы начинаете искать людей, которые его знают. Которые вместе с ним охотятся, вместе с ним там, на рыбалках ходят, вместе с ним там это и так далее. Знаете, прямая, кратчайший будет только в геометрии. Социальных отношений прямая, не является кратчайшим путем. Она, как правило, это будет. Ну, привыкли вот так вот, знаете, только немецкий путь, да? Орден к мусаль – должен быть порядок, так далее, да? Сказал все, так далее. Насколько это действенно? Если люди когда-то, то попробуйте, знаете, говорить правду. К вечеру вы окажетесь без работы, без копеек в кармане и без каких-то надежд, так далее. Как правило, так далее. Вот когда он так замыслом в этой форме, да? Вы знаете, когда Решили читал проповедь, и он сказал, все мы со временем умрем. Ну, увидел, что король Франции во время проповеди, он говорит, ну, почти всех, да? То есть, как-то вот это была первая, так сказать, причина их раскола. Дальше. Поведение в очереди. Вот сверху записано – это билеты покупают на Берлинский кинофестиваль. Представляете, как немец стоит? Да? Второй – это Шанхайский фестиваль. Шанхай на кинофестиваль. Билеты покупают. Да у нас еще вообще, знаете, картина, как это iPad 8 начнет продаваться в Шанхае. Вот вообще просто надо, знаете, несколько слоев друг на друге рисовать. Ну, знаете, немцы же все-таки стоят. Хотя есть какие-то стереотипы. Вот если попросить любого человека назвать три страны свободно от коррупции, да? На Финляндию, Данию все называют. Слышат, что они гуляют. Шум весело. Или не волнует, что остальные думают или нет об этом. Им весело все. Достаточно. К сожалению, этот тип поведения захлестнул, мне кажется, всех. В Азии то же самое, знаете, там… Что, если говорить там «патрон», все должны слушать вокруг него, все должны хлопать, ему там… А то, что другим это не нравится, этот шум, не особо это волнует. Да? Как же итальянцы? Еще больше, да, еще больше, да, еще шумнее и так далее, да? Мне кажется, это вообще что-то страшное, сегодня Южная Италия. Это просто. Это вообще мой личный стереотип у всех южных народов. Ну, это, знаете, я понимаю. Я понимаю. Это, наверное, такой презентационный тип поведения, демонстративный тип поведения. Ну, они как-то вот ярче, открытие более… Все северные, гораздо более тихие народы. Ну, тут, вы знаете, есть векая проблема, да? У нас девушка-то защищалась по стереотипам. Смотрит на меня, там, разные стереотипы и так далее, говорят. Она абсолютно не детектив. Вы знаете, говорят… А все, говорят, азбашенцы работают на рынке. Они комиссионцы удобны, они говорят «все». Она говорит «все». Пытаясь ее как-то в другую сторону. Может быть, не все. Я говорю, бывает, она хирург, бывает сантехники, бывает вояна. Она говорит «нет, как себя ведет» и так далее, да? То есть это тоже стереотип, кто как себя ведет и так далее, да? Ну, что делать? Вы знаете, самое громкое, как ни странно, вы знаете, пятничная пятница – это Корея. Корея самая длинная рабочая неделя, вы знаете. Ну, а пятницу все напевают. Все! Если человек не приглашает на пьянку, значит, вы знаете, жена его дома ругает. Почему тебя не пригласили на пьянку? То есть, ну, это форма такого релакса. Ну, правда, после этого дается там белый зомтик, потому что любой человек таксист… Грязнь его отвезти домой нельзя, допускай. И вот сидит человек, это же патрон, он может петь какую-то ахинею, он может говорить, все обязаны это слушать, все обязаны хлопать, поедать. То есть это, как бы, продолжение рабочей недели, да? Дальше буду бракать. Поведение в пути европейцы, как правило, все фиксируют глазами, а азиаты все фотографируют, да? Китайцы, японцы, по словам, у них там куча фотоаппаратов, да, это детям, это внукам, это тем, там, так далее. Поэтому лучшие фотоаппараты делают там, быстрее нового фотоаппарата, почему? Потому что потребность их высока очень, да? Дальше буду бракать. Предпочтение в напитках, да? Это стереотип, но тем не менее он очень действенный. В Китае вообще, как правило, холодных напитков нет, да? Они считают, что холодные напитки приводят к ожирению, чтобы очень образуется жир, для того, чтобы человек защитил себя, поэтому холодные напитки они не рекомендуют. Европа, наоборот, в спортзалах все-таки люди на холодную воду и так далее, да? То есть, китайцы предпочитают чай, да? Вот, посмотри, поведи на вечеринки. Европейцы по два, по три человека, могут по одному сидеть в кафе, да? В Азии, как правило, все вот так вот, круговую. Все должны видеть. Семья целиком. Отдел целиком. Соседи так далее. Все вот вместе. Все должны друг друга видеть, вы понимаете? Это же, кстати, специфика и азиатской педагогики, почему появился полумесяц. Это звезда, это учитель, и вокруг него садились так наполовину, садились ученики, с ними беседовал. Это знак вообще древней педагогики, который пришел вот так. То есть, это беседа с ними индивидуальная. Вот они считают, что все должны друг друга видеть. В Европе, знаете, два-три человека сидят, и вполне достаточно необязательно кричать об этом, потому что там хорошо. Никто не говорит об этом собирать. Отношения с руководителем. В Европе он один из азиатского мышления, как правило, отец нации. Без него вообще... Я помню времена, когда, знаете, там, белье, ой, Сталин это народный, вот же, без тебя все живы, а нас это на младше. То есть, если умрет Сталин, там, или там Хрущев, там и так далее. Помните, Висборг, помните? Висборг после 20-го съезда написал очень хорошие стихи. Ядовой позор на всю Европу сраматат, и сраматат. Десять лет, где желали что-то, оказалось вдруг не так. Наш народ не унывает. Он все знает наперед, что партия другая, новую что-то подберет. Понимаете? Вот обязательно мы должны боготворить. Обязательно отец народа. Понимаете? Вот без него нельзя. Вспомните Улафа Пальма, премьер-министр Швеции, который застрелил, он вышел с кинотеатра. Не закрыли кинотеатр. Он просто вышел с кинотеатра. Его застрелили. Бывший президент Уругвая, а в заднем он остался в своей квартире жить. Был президентом Уругвая. Президент Словении, у него фамилия Турак и так Он на велосипеде ездил на работу. Я был на выборах Оландов. Знаете, он на свою, знаете, инаугурацию приехал на Ситроене. Но потом, правда, им понравилось это все. Но тем не менее. Вы понимаете, у нас обязательно каждый... Хлаптев был такой, зампредседателя Верховного СТС, председателя Верхней Палаты. Он описывает прием у Маргары Тэтчера. И когда увидели, что у них стол покрыт обычно с сукном, и кое-где, даже сукном, очень аккуратненько, но подштопано. Это кабинет Маргары Тэтчер. Вы понимаете? Я писал на ЖЭК, да? Я был в кабинете у министра культуры Германии. Весь кабинет из Икеи. Да, хороший был Икея. Вы понимаете? Наш любой ЖЭК, так сказать... Даже ЖЭК, по сравнению с Маргары Тэтчера, это просто дворец. Дальше. Вы добра. Собственно, ЭК, да, вот европейского ЭК, да? То есть Ницшанская идея, это белый человек, я там, рожден для того, и так далее. И в Азии, да? Человек для мира, для страны, для нации, для родней. То есть он винтикованный механизм, но он для чего-то слушает, и так далее, да? Вот я не знаю, когда в Сингапуре были очереди, но гимн Сингапура до сих пор, будьте терпеливыми, покорим в очередях, до вас очередь дойдет, и так далее, и так далее. То есть будьте терпеливы. Война будущего, да? Вот посмотрите, как Китай, да? Война будущего, да? Это все. Ты для будущих поколений. Хотя, конечно, меняется это все, потому что в Китай уже пошло второе поколение, так что называют психологи Чави Бойс, женах мальчиков. Он единственный сын, единственный внук. Он уже таким не будет. Он единственный, вы понимаете? Он вырос, и все для него. Он по-другому будет, так далее, да? Поэтому вот это ты для будущего, так далее. Ну, это можно было охарактеризовать для нашей страны 30-е, 50-е годы, да? Когда превыше всего оставилась благо страны. Жила бы страна родная, и нет других забот. В нашей школе, здесь около школы, висел лозунг. Своим трудом отчизна возвеличив народу Африки мы облегшаем путь. Вот причем Африка, там, где математическая школа, своим трудом отчизна возвеличив народу Африки мы облегшаем путь. Да пусть Африка сами по себе, мы сами по себе. Но тем не менее, да? То есть не для всего мира, но не для себя. Для шкатери. Недобра. Вот популярность видов транспорта. Европа, 70-е годы автомобили, сейчас все на велосипеды перешли. Азия, наоборот, была на велосипедах и сейчас на автомобилях. В конце 80-х годов в Китае был стандарт «три вертящиеся, один говорящие». То есть каждая девушка, выходя за муши, должна была иметь три вертящие. Это мясорубка, велосипед и, по-моему, мясорубка, велосипед, шейная машина, умница и так далее, да? Три вертящиеся, один говорящие – это радио. А сейчас посмотрите, кто был в Пекине, в Шанхае. Такого количества «Бугальти» и так далее, ну, в США их нет. Нигде нет такого, что делается в Китае, в Японии. Они, наоборот, себе решили. И посмотрите, как они решают проблему трафиков, да? То есть один день ездят машины четные номера, другой – нечет, нечет, нечет. У них такое количество этих машин. Это очень сложнейшая проблема, но тем не менее есть эти машины. Еще недавно три вертящиеся, один говорящий. Вот напротив Благоведческой есть город Хайхэ. Знаете, это раньше была деревня. С ней была рядом деревня Сунфайхэ. Это, вы знаете, был поселок, знаете, покрытый… Ну, знаете, вот эти баулы… Ну, баулы вот эти, да? Вот этим баулом был покрытым. Сейчас это огромные города. Пока не началась торговля с нами… Эти города были, ну, какие-то поселки маленькие. Да сейчас это миллионные города. Посмотрите, как они растут. Благовещенцы не цениются, да. Благовещенцы, но Благовещенцы в среднем бывает население, к сожалению. Знаете, в Сибири это страшная проблема, у тебя популяция Сибири. Это проблема, не дай бог, она чем-то может поукнуться. Дальше. Ну, популярные блюда. Европа, наоборот, для себя открывает азиатскую кухню. Да? Ну, как правило, это сингапурские фирмы, но мы считаем, что это японские, да? Как правило, это сингапурские фирмы. Да? Вот это Евро, а Азия, наоборот. У меня друг открыл в Пекине европейскую кофейню. Называется Ленская кофейня. Все женщины по пути, знаете, идут пить кофе. И ничего не принимать в кофе. Они не привыкли к этому. Они морщицы, но они все пьют это. Так и Европа. Знаете, очень даже пальчик держат наши Европы. Надо к ней. Они сейчас приспособятся к европейской кухне, к европейским обычаям. То есть это… У них очень значим для китайцев то, что у нас всю жизнь, что подумают о нас Мария Алексеевна. Да? Великие какие-то не Мария Алексеевны, очень сильно действуют на китайской машине. Дальше. Ну, подход к решению проблем точно так же. Да? Дальше. Отношение к старшим. В Европе считается старший там. Дайте ему хоть когда-то отдохнуть. Пусть он гуляет с собакой, так далее, так далее. Вазим, он еще на дитяне повозится. Да? Его опыт нам еще пригодится. Дальше. Катя, последний. Десять. Мы положили ребенка в семье. В Европе все-таки понимаешь, что ребенка надо растить. Он очень маленький, много чего не знаете. В Германии до недавнего времени была идея дестровека. Хотите воспитать ребенка, представляете, что он чужой. Да? Ведь он был нормальным человеком. А в Азии, особенно в Китае, ребенок – это центр мира. Это все вокруг него. Потому что он единственный ребенок и единственный внук. Два поколения не разрешали иметь второго, третьего ребенка. И вы понимаете, какой эгоист растет. Да? Сам по себе. Ведь одну из составных частей успеха китайской экономики – это то, что у них нет пенсионного фонда. У них же пенсии только частные. Исходишь там? Нет. И так далее. И так далее. Но содержать присорелых родителей с точки конкурсанской этики – это честь для любого человека. А вот этот ребенок будет содержать пожилых родителей? Очень большие сомнения. Очень большие сомнения будут их содержать. Вы понимаете? Эгоисты есть эгоисты. И когда, вы знаете, они стали прививать населению потребительские, скажем так, практики и так далее, это может очень тяжело закончиться для китая. Так что пойдут? Ну, отношение к погоде. Вот европейцы радуются солнцу и грустят. А китайцы, как правило, у природы нет плохой погоды. Дальше. Социальная коммуникация. Кто был в Дели? В старом Дели видели вот эти кварталы? Там уже седьмое поколение электрик передает своему сыну. Потому что никто не способен разобраться, где какие кабели идут. Вот они спасут эту. Социальная коммуникация очень такая. Это двоюродный брат. Он с ним на ход уходит на тропалку. В Европе они дискретны. Они не полны. Они, скажем так, не охватывают все пространство. Дальше. Ну, трехразовое питание, да? Европейское, азиатское. Дальше. Вот это самое главное – пунктуальность. Это не только Азия. Ну, Грецию посмотрите. Мы в Греции писали работу по рынку труда, по миграции трудовых ресурсов в Европу и Россию. Ну, знаете, с ними работа – это катастрофа. Ты говоришь, в двенадцать они приблизительно. Они в двенадцать вспоминают, что вы договорились в двенадцать опять, да? Сидержат. Они там два-три часа до них опознать – все нормально. Монета – все завтра. И немцы, да? Бефет из бефет. Да? То есть закон – закон вовремя. Рейхти, инкоррект, все вовремя, все точно и так далее. Посмотрите, знаменитая фраза Наполеона по отношению к маршалу Груши, да? Вы совершили непредательство, вы совершили более худшее пропоздание. Да? На несколько минут опознал Груши. Война не так закончилась. И вот этот час-два завтра, сегодня захотелось, сегодня смог, там, так далее. Есть очень хорошая статистика по количеству бюлитиней в Европе и в других частях, так далее. Знаете, там, у нас же там любой насморк, ну, я не беру там ковид, так далее, врач, три-четыре дня дома полежать, так далее. Ну, посмотрите, с этим Швейцария, посмотрите Англия, Норвегия, совершенно другие цифры. Вот эта вот другая женщина, она болгарка, не веряя он болгарин, она китаянка, они, знаете, занимаются контент-анализ заголовков газет, да? Ну, как с точки зрения Соединенных Штатов? Россия до сих пор коммунисты, до сих пор что бы не было, да? Турция еда на день благодарения, вам понятно, да? Ну, токи-токи, да? Это индейка и турок, так далее, да? Греция – это демократия. Румыния – это Дракула. Югославия – это Сербия – это обитель зла. Посмотрите быстро все американские фильмы, как правило, все террористы раньше были русскими, теперь они большинство уже сербы, так далее, да? Албанцы, сербы, так далее. Там уже немножко сместилось от нас, слава Богу. Польша, Прибалтик – все это буферная зона. То есть, Ленин Керзен в голове очень четко сидит, да? То есть, социалистический союз, Скандинавия. Почему даже американцы, на самом деле, завидуют Швеции, завидуют Норвегии в плане социальной законодательности, что отпуск в линии, пособия, боже, они на самом деле искренне завидуют их, так далее, да? Германия – это грязное порно, ну, кто что ищет в Германии, да? Голландия – это Содом. Шоколад – это Бельгия. Вот и Феликс – знаменитый, да, шоколад. Франция, посмотрите, с точки американцев – это вонючие люди, да? Наличные – это Швейцария. Пирожные – это Австрия, да? Крестные отцы Италии. Вам понятно, почему крестные отцы, да? Потому что, с одной стороны, будут лидеры, да? А с другой стороны, когда американцы высаживали во время Второй мировой войны, итальянская мафия, он здорово помогла, поэтому… Мексика. Здесь некая алюзия на выступлении Джорджа Буша. Когда он был в Мексике, он сказал, что так здорово, что все здесь говорят на мексиканском языке. Я надеюсь, что Буш все-таки бушитил, да? Но тем не менее, вот эта фраза, что в Испании все говорят на мексиканском языке, она оказалась достаточно расхожей, да? Бразилия. Это, понятно, после Португалии – это Бразилия. Ирландия. Посмотрите, Святой Патрик. Ну, вы знаете, что в Соединенных Штатах очень много ирландцев, да? Больше десяти миллионов. Рейган, Кеннеди, Клинтон – это ирландцы. Да? По происхождению. Ну, есть Трамп – это немецкое происхождение, да? Ну, кстати, Кеннеди – это первый президент Соединенных Штатов, который был католиком, да? Рейган – это католик. Да? Да? Таинство брака и так далее, да? Вот. Ну, Англия – это мамочка. Исландия – Викиликс. Ну, там размещался первый канал Викиликса. Ну, все, наверное, да? Все прошло? Да? Давай дальше. Вот это с точки зрения Франции. Россия – это мечта Наполеона. Турция – это определенно европейцы. Вы знаете, между Францией и Турцией всегда некий конфликт. Еще до сих пор, да? Украина разве это не Россия? Беларусь – это белокожие русские. Беларусь – это тоже некая историческая тенденция. Дело в том, что когда создавали Беларусью, за рубежом пришли «выдху сланд», «вайтху сланд», «рас», «рас» и так далее, да? То есть стол больших трудов Гормыко, он сам из Беларуси, да? Из такой деревни Больших Гормыки, Андрей Андреевич Гормыко, да? Он настаивал, чтобы называли именно Беларусью, а не «выдху сланд» и так далее, да? Балтийские племена. То есть ничего интересного там нет. Посмотрите, вот, знаете, много исследований, там, знаете, там 200 с чем-то страниц. Никто, знаете, о Финляндии плохо не говорит, я Таня. Вот я посмотрел, да? Если Германия порно, еще что Финляндия, я и Таня. Ну, может, потому что никому не нужны, да? Здесь Финляндия производит немобильных телефонов. Швеции – любители фрикадерек. Норвегию любят холодную погоду. Датчане – это викинги. В Голландии, опять же, травка, да? Понятно. Бельгия – это полуфранция. Ну, часть, знаете, Волоны, часть Франкона, да? Германия – лучшие друзья, да? Вот Франция – Германия. Пхайпхай – дружба там и так далее, да? Польша – это водопроводчики. Вам понятно почему? Это когда объединялась Европа, вы знаете, это… Никто не хотел принимать поляков. А в Европе есть очень серьезная проблема – нет людей рабочих профессий. И всюду была такая реклама. Знаете, такой похож на Тарзана. Знаете, на голое… То, на голое тело одетое комбинезоном с гачным ключом. И старушка говорит, наконец я тебя дождалась. Вот эта реклама, она была такой навязчивой. Она была всюду. Знаете, вот поэтому поляки как водопроводчики. А поляки что сделали? Так как они всех своих инженеров отправили на Запад, а так как они не могли сдать на инженера, они пошли по рабочей категории. На самом деле восполнили вот эту квалификацию. Вы знаете, в Англии есть не друг от Лондона, но город Реддинг. Он польский город еще практически. Там польская склайп, там и так далее. Очень много. Даня, опять же, викинги. Посмотри, в Ирландии это католики. А почему Англии убиты девственницы? Как будет? Ну, вариант. Жанна Д'Арк. Жанна Д'Арк. То есть это не в том смысле, да? То есть это танцоры Фламенко. То есть Испания для них это танцоры Фламенко. Это Швейцария, полок Франция. Ну вот это же левая вот эта часть, да? Полок Франция. Союзники Англии, потому что во время Наполеонских войн, вы знаете, Португалия поддержала Англию. Шумно дружеский народ, это итальянцы. Шумно волосатый народ, это греки. Бедные дикари, это Болгария. Бедные братья, это румыны, да? Вы знаете, у них с французами есть что-то общее. Неизведанные, непонятно, это Югославия. Заклятые враги, это австрийцы. Антиевропейцы, это Чехия. Словакия, это какие-то еще славяне, непонятно откуда взялись. Венгрия, это родина Саркази. Знаете, Саркази венгерских евреях, да? Шаркози и так далее, да? Ну все прошло. Все вроде, да? А вот с точки зрения Германии. Россия – это хранилища газа. Да, вы знаете. К сожалению, мы из себя представляем Германии первочка «Газпром». Да? Ребята, кто следит за футболом? Кто футбол? Европейский, знает более-менее. Или девчонки, да? Ну, посмотрите. Ну, как можно было быть спонсором команды «Шарки-04»? Любимая команда «Гейнгера», которая в 1940-м году только раз стала чемпионом Германии. Мы… Ну, знаете, вот… Ну, если нет, то очень трудно. Чего так далее, да? Источник рабочей силы Турции. Вам понятно, да? То есть там турок от 5,5 миллиона и больше, да? Дело в том, что это с 55… Ну, вообще-то в 18 веке первые турки там появились, при Федериха второго. И… Ну, с 55-го года еще много появилось турок. Почему? Потому что создавалась промышленность Германии. Они привезли вначале португальцев и горяков, они все ушли в торговлю. А турки остались, поэтому источник рабочей силы. У них есть определенные запреты. Берусь с Ферботом. Запрет на профессии. Например, их сам туркать. Ну, только можно. Болгария – это штабс. Румыния, понятно, это Дракула. Это… Молдавия – неизвестная, да? Украина – это страна транзит-газа. Белоруссия – страна транзит-газа. При Балтике – это старые соседи. Польша – это овощи. Хортекс, знаете, вот эта фирма, да? Вот эта в Германии очень популярная, недешевая для немца стоит. Посмотрите, пожалуйста. Опять же, Финляндия – это производитель мобильных телефонов. Швеция – это Икея. Здесь очень много воды. Германия, посмотрите, очень четко делится. Они себя воспринимают в западной части, как сберкассы, которая содержит Европу. А в Восточной части – это про интерьеты. Вот Оззи – психология в Восточном немцах, она, знаете, очень стабильна. Я смотрел чемпионат Германии по хоккею, там, знаете, есть команда Ice Berlin. Люди до сих пор кричат «Динамо Берлин», «Динамо Берлин». То есть такое, знаете, у них сознание есть. Бельгия – это вафли, Голландия – опять травка, да. Англия – это раскрыватель таймира, ну, BBC там и так далее, да. Виски – это Ирландия, гейзеры – там. Франция – это страна Эйфеля, да. Шоколад – это Швейцария. Страна Швейцария – это Австрия, да. Прага и Протислава. Посмотрите, а Венгрия – это гуляш, просто. Вот здесь посмотрите, маленькая часть, вот знаете, вот, извините, вот, отпуск, да. Вот это 11 километров Словении и немножко Хорватии. Дело в том, что Словения и Хорватия – это католические страны. В Игославии были две страны, которые католические. И в Немцах есть такая многолетняя такая мечта, знаете, Бавария и до Атолиатического моря, знаете, сделать выход. Если кто-то хорошо знает этот район, между Словенией и Италией, есть такого Порто-Рошио, Сан-Гернардино. Знаете, последние немецкие подводные лодки тут ушли в конце сентября 45-го года. То есть они оттуда ввозили, всех там были, поэтому у них предпочитают там отдыхать, там и так далее, да. Балиарская Германия. Здесь дешевая гостиница в Греции и в Испании, но Португалия, понятно, это океания. Все прошли, всех? Вроде всех. Дальше будет и проходим. Вот с точки зрения Италии. Италия, вот от севера Италия, они считают от Италии, а остальные – это империя Бруния. Ну, Карла Бруния, помните, там империя Бруния – это Франция. Другая часть – Италия – это Эфиопия. Лампедус – это Алис, Сомали. Вот эта часть – Берлускония. Греция до сих пор – это Византия, Турция – танцоры живота. Няни – это Болгария. Воры – это Румыния. Неизвестная – это Молдавия. Женщина запрещена волосами. Видите, в Украине это была Юрия Тимошенко. В Беларуси – терра инкогнито. Балтийские племена – производители мобильных телефонов. Страна Польфа – Гиперборея. Посмотрите, Даня – это викинги. Голландия – это Кнопля. Бельгия – это Европа, понятно, Брюссия, да, чтобы квартиры как-то видели сам по себе. Польша – страна Папы. Ну, королевое пиво, да. Я вам понял, второй – Жан Бурдю. В Чехии – это страна пива. Австрия – бывшая Берия. Еще славяне – это Словакия. Порно-звезды – это Венгрия. Далматия – вам понятно, да, это Хорватия, да, это часть Хорватии. Славяне – это Словения. Железо-занавес, вот там вот опять вот Югославию никуда не пускать, так далее, да. Англия – это Стреон Уэмбрии. Ирландия – это Рябби. Это просто мы смотрели, просто иранцы, например, ну, выиграли вот эти 16 кубов, так далее, да. Все вроде прошли. Ну, понятно, итальянский диалект – это Испания, а там Бразилия, да, все дальше. Вот это с точки зрения Англии. Россия – это расстратчики. Если посмотреть на английские газеты, настолько коррупция. Да, вот. Не скажу, что почему и как, но так устоялось. В Турции здесь очень видят свинину. Болгария, о боже, ой, простите, Молдавия, о боже, да. Вот это Болгария, Румыния, все это иммигранты. Беларусь не сильно важна. Знаете, я с таким докладом выступил в Беларуси, потом получил и так далее, да. Мобилки – это, опять же, Финляндия. Трэш и поп-музык. Вам понятно, почему? Ну, это евролизм, да. Евролизм, как право, все обрабатывают в Швеции. Грязные, богатые языческие племена – это Норвегия. Голландия – это наркотики. Посмотрите, пожалуйста, Франция для них делится, да. Семеро-западная часть – это магазин, а все в основном это сельская местность. В Испании нужен крем для языка. В Греции – это статуи сплошные. Все итальянцы – загоревшие мужчины с седыми волосами. Мне кажется, у нас точно хорошие представления, да. Венгрия – это суп. Австрия – это торты. Германия – это грязная порно. Ирландцы – это грязные мерзавцы, которые до сих пор не хотят объединиться. А тут полуобъединенные королевцы. Почему полуобъединенные? До сих пор еще и Ирландия не объединены с ними. Вот и конроль не до конца. А вот это коварная империя Европы. Это как раз начинали обсуждать Brexit. Вы понимаете, как англичан очень хорошо проработали? Вы посмотрели первую статью на европейском, знаете, по линии министерской культуры? Первая статья была – это содержание кориды в Испании. Вам надо? Конечно, нет все, знаете. Очень хорошо их обработали. Знаете, иногда нужно какую-то одну идею, которую, знаете, в 1996 году Ельцин победил по сути, по тому же проекту, он 4% был популярным. Американские имиджмейкеры решили использовать одну идею – очереди. И ежедневно показывают, какие были очереди в Советском Союзе. Вы хотите этих очередей? Вы хотите этих очередей? Как будто кроме очереди, может, ничего не было в Союзе. Иногда это действует, да? Ну, все вроде, даже шоколад это понятно. Австрия, да? В Германии, опять же, грязный порно. И так было. Лас-Вегас, потому что там где-то не об Исландии, не об налогах. Всякие там казино так далее. Дальше. Мы сможем посмотреть фильм? А, это видео. Простите, давайте опять его посмотрим, если получится у нас. Ну, ладно, я вам объясню и так далее. Это очередь, вы потом можете позвонить в поликлинику. Все люди, понятно, подставные. И заходит новый человек, знаете, там загорает цепь, они все встают. Да? Все встают. Через некоторое время один из этих людей уходит, приходит другой. Но опять горит свет, знаете, все встают. Да? И проходит много времени, уже никого из тех подставных людей нет. Но к вечеру, знаете, там несколько человек, все горит свет, все встают и так далее. То есть мы все хотим действовать, знаете, по стереотипам. У меня все. Спасибо большое вам за внимание. Всего хорошего. Спасибо.